В столичном театре имени Маяковского новая постановка. Театр, как видно, не слишком церемонится с публикой и критиками, держит их в тонусе, не даёт слишком много времени на раздумья и оценки. Театр выпускает премьеру за премьерой. И вот на сцене постановка Никиты Кобелева по пьесе Максима Горького «Последние». За этим почти декаденским названием размышления о семье, её роли и её перспективе в современном обществе. На сцене три сестры Максима Горького. Вера, Надежда и Любовь. Их мать зовут Софья. В христианской традиции они покровительницы домашнего очага. В семье ещё два брата, пятеро детей и любовный треугольник в старшем поколении. Мы попадаем в такую дурную бесконечность. Одно поколение ломает другое поколение, потом это вырастает, ломает третье поколение. Мне кажется, у меня есть какое-то беспокойство в отношении вот этой проблемы с точки зрения сегодняшнего дня. Дом, где в лицо говорят, нам не за что благодарить друг друга. Семья, где детям не принято отвечать на их вопросы. Тут нет любви, нет прощения, нет понимания. Причина этой пустоты – отсутствие общения, считает актриса Галина Беляева. В жизни у каждого обязательно есть какие-то ошибки, о которых человек сожалеет. И об этом нужно говорить с детьми открыто и пытаться, чтобы они понимали тебя. И когда друг друга люди будут понимать, всё будет хорошо. Дело в том, что у меня тоже пятеро детей, и я эту ситуацию хорошо знаю. Сначала пьеса называлась «Отец». Она написана вскоре после революции 1905 года. Главный герой – разорившийся дворянин. Чтобы прокормить пятерых детей, он пошёл на службу в полицию. Хотя такая карьера для него считалась почти позором. Он отдавал приказы убивать и убивал сам соотечественников почти детей. Как с этим жить в его семье? В основе сюжета – конфликт поколений. И мысль, будто из современного курса продвинутой психологии. Нерешённые проблемы родителей прорастают в детях. Алексей Максимович, понимаете, он всё-таки считает его классиком, не считает его классиком. Проходит его в школе, игнорирует ли. Он всё равно остаётся реальным классиком нашей отечественной литературы. С моей точки зрения и в драматургии, и в прозе. Ну а какие контексты в классической драматургии? Проблемы вечные. Отцы и дети. На отцов и детей, пожалуй, разделятся и зрители. Для самых старших Горький – певец революции, привычный ориентир. В 90-е от него почти отказались, отвернулись. В 21 веке Максим Горький, кажется, снова рифмуется с сегодняшним днём. Яна Миро, Александр Кубасов, Новости культуры. Миро, Александр Кубасов, Новости культуры. Продолжение следует...